В столице прошел GR-форум. Это площадка, которая объединяет представителей власти и бизнеса. Вместе они ищут пути для развития украинской экономики. Среди участников народные депутаты, эксперты разных отраслей и предприниматели. Какие проблемы обсуждали на форуме и нашли ли для них решения? Смотрите дальше в сюжете. Английская аббревиатура GR означает взаимодействие с властью. Бизнесмены и политики обсуждают насущные проблемы в системе и предлагают свои варианты развития. Вопрос реинтеграции Донбасса, который в последнее время все чаще на слуху из-за нового закона, тоже не оставили в стороне. Говорили и о бизнесменах, что продолжают работать на границе с восточными областями. Здесь повлиять на ситуацию может не Беларусь, которую сложно назвать нейтральной стороной, а Австрия, уверен Сергей Тарута. Мы видим, что с 1 сентября Австрия будет участвовать Раду Европы. И это психологическая перезагрузка. Появится уже доверие. Еще раз новое, и я как раз про это рассказывал сейчас в Немечке, это что будут представители и в Франции, и в Немечке. На форуме обсуждали лоббирование законов по улучшению бизнес-климата, вопросы инфраструктуры и альтернативной энергетики. Если во всем мире чистое топливо принесло эволюцию, то в Украине скорее революцию, считает эксперт по энергетике. Мы не можем, например, на уровне Верховной Рады сказать, окей, альтернатива – это наш путь. Шахтеры скажут, почему? Мы хотим зарплату, мы хотим достойно жить. Или там, скажем, атомщики говорят, у нас огромная отрасль, мы обеспечиваем половину выработки страны электроэнергии. Мы не хотим закрывать станции, мы хотим их модернизировать, мы хотим строить новые, у нас есть потенциал. Переход на зеленую энергию однозначно нужный, но весьма затратный. Необходима долгосрочная стратегия. Аэропортом тоже поддерживает заместитель гендиректора Борисполя. Бизнес больше заинтересован в узаконенных и по правилам определенных Джиар-позиции, для того, чтобы был диалог, который определен именно правилами, а не такой спонтанный экспромт. Каждый ищет возможность донести власти свою позицию. Нардепы говорят, власть слышит бизнес. И даже перечислили результаты. Кроме этого, Виктор Голосюк уверен, в Кабмине должны проходить еженедельные собрания по проблемам промышленных секторов. За полгода это поможет составить дорожную карту развития и сэкономит бюджетные средства на создании отдельных органов по этим вопросам.